Джоэль Циммерман, более известный как Дэд Маус, начинал свою карьеру во времена бурного распространения сети интернет и проделал огромную работу, чтобы построить свою маленькую музыкальную империю. Его логотип и сценический образ, неотъемлемой частью которого является Маус Хэд, дословно голова мыши, делают Джоэля одним из самых узнаваемых артистов в EDM индустрии. Именно Дэд Маус дал мощный старт карьере Скриликса, выпустив его EP Scary Monsters and Nice Sprites на своем лейбле. Да, напиши комментарий о том, что это видео было выпущено ради того, чтобы упомянуть Скриликса. Его дом – музыкальная студия, мечта музыканта и любителя компьютерных игр. Дэд Маус получил семь номинаций на премию Грэмми за свое творчество, а также прославился своими выпадами в адрес EDM индустрии и ее обитателей. Многие из нас выросли на его музыке, которую можно было встретить везде – на обычном радио, в видеоиграх, в фильмах и сериалах, а некоторые хиты до сих пор играют фоном на различных событиях и мероприятиях по всему миру. Вот тут уже я могу сказать спасибо за детство. Дэд Маус – человек, сильно углубленный в современные технологии, связанные с возможностью писать музыку и распространять свое творчество. Он пробует все новое, участвует везде, постоянно делает коллаборации. Анимация, видеоигры, виртуальная реальность, 3D-моделирование, новые плагины и инструменты, музыкальные сервисы и прочие стартапы. Куда бы он не полез, он всегда всему находит применение. Без всех этих инструментов он бы не стал тем, кем стал. В то же время его домашняя студия, без преувеличений, одна из лучших студий среди электронщиков, которую он создавал много лет и в вложил миллионы заработанных долларов. Он всегда стремился к качественному звучанию и продолжает апгрейдить свою студию до сих пор. Кто-то из вас мечтает о такой карьере и студии, и, возможно, именно ты станешь новым Дэд Маусом. А я пока расскажу, где можно найти все, что связано с хорошим звуком. Недавно я заглянул в гости к моим старым друзьям, магазин Аудиомания на Барабанном, про который кто-то из вас наверняка слышал. Это один из старейших магазинов аудиотехники в Москве. Заходим внутрь. Здесь не только интересности для любителей винила и поиграть на инструментах, но и хай-фай-плееры, профессиональные проигрыватели и акустические системы. Я даже увидел акустическую систему Dolby Atmos прямо как дома у Дэд Маус. Мечта не иначе. А если еще добавить проектор, то можно устроить домашние просмотры фильмов с друзьями с впечатлениями, как в большом кинотеатре. Аудиомания готова взять на себя не только установку и подключение техники, но и полный комплекс работ от проектирования домашних кинотеатров и комнат прослушивания музыки до готового результата. Фишка аудиомании в том, что можно абсолютно бесплатно записаться на прослушивание в шоурум. Просто приди в магазин и расскажи менеджеру про свои любимые жанры, группы и треки. Ребята специально к твоему приходу подготовят и установят оборудование, чтобы ты услышал звучание любимой музыки таким, каким оно задумывалось. Пока я пил кофе и разговаривал с менеджерами, удивился тому, как в мастерске они подобрали музыку и собрали технику, а также их профессиональной и дружелюбной подачи информации. Специалисты охотно дают ответы на любые вопросы. И не по методичке, где главное продать побольше, а подсказывают именно то, что позволит тебе наслаждаться музыкой и фильмами дома с качеством, недоступным даже некоторым студиям и кинотеатрам. А сейчас главное, ради чего я приехал. Сказали, что стоит записать реакцию. Ребята, это правда феноменально. И не передать словами, вам обязательно стоит послушать своими ушами. Не обязательно скрилекса, дэдмауса или электронную музыку, а что угодно. В такие моменты понимаешь, что получать удовольствие и жить жизнь по полной бесценно. А с качественным звуком, который позволит тебе пережить потрясающие впечатления, поможет аудиомания. Шоурумы аудиомании расположены в центре Москвы, в пешей доступности от метро. В описании я оставлю ссылку. Записаться можно бесплатно, в любое время. Джоэлю уже за 40, но несмотря на возраст, он остается прикольным и на одной волне с молодым поколением. Он родился в 1981 году в простой канадской семье, и, как видите, у него нормальная голова, а не как показывают в Южном парке. Мать увлекается изобразительным искусством, а отец – автомеханик. Джоэль не единственный ребенок в семье. У него есть младший брат Крис и старшая сестра Дженнифер. Нэнси, так зовут его маму, до сих пор остается центральной фигурой в жизни своего сына, и она, в свою очередь, гордится им. Часть картин на стенах дома Джоэля находятся за авторством Нэнси. В сети она известна как Маус Мам, и некоторые картины можно купить на ее личном сайте. С раннего возраста Джоэль брал уроки игры на фортепиано, а также проявлял интерес к технологиям и был одержим видеоиграми. По словам мамы, к тому времени, когда Джоэль научился ходить, у него уже проявлялись признаки склонности к различным экспериментам, которые давали немедленный и измеримый эффект. Например, вставить вилку в электрическую розетку или провести магнитом над телевизором, чтобы исказить изображение. Однажды на Рождество Циммерман получил набор инструментов для разборки электроники, который он постоянно вскрывал и изучал, потому что ему было интересно узнать, как она работает. Когда дома появился компьютер, Джоэль проводил много времени в онлайн-чатах и пробовал создавать музыку. Как он сам рассказывал, В то время компьютеры были не способны записывать даже 16-битный звук. Маус создавал свою трекерную музыку, которая звучала как чиптюн в программе Impulse Tracker. Однажды он поймал себя на мысли, что у него получается совсем не то, что он слышит на музыкальных радиостанциях, и очевидно, что те композиции создаются с помощью различных синтезаторов и прочего оборудования на студиях. Он пошел в местный компьютерный магазин. Эй, ребята, кто-нибудь из вас знает что-нибудь о создании музыки с помощью компьютера? Пока он разговаривал с сотрудниками, владелец магазина случайно подслушал их разговор, подошел и предложил Джоэлю немного прогуляться. Это был Адам Делэр, который работал диджеем на местной радиостанции The Planet. Так, юный Джоэль попал в компанию ребят, которые записывали шоу для этой радиостанции. Поначалу он просто приходил каждую неделю и просто сидел в кресле, наблюдая за процессом, и лишь чуть позже он начал помогать. Все свое время Джоэль проводил в той студии, изучая электронную музыку. Он настолько апнул свой скилл, что ребята стали обращаться к нему с вопросами, как сделать тот или иной трюк или какую-то сложную штуку. В один из дней студия звукозаписи закрылась, и Джоэль начал думать о том, что делать дальше. Впоследствии он устроился работать на консервный завод. Я чистил персики и груши, которые я больше никогда не буду есть. Каждый раз запах персика или гребаной груши просто сводит меня с ума. Потому что эта работа была ужасной. Я бы не хотел, чтобы даже Мартин Гаррикс работал на консервном заводе. Спустя некоторое время Джоэль нашел в интернете онлайн-магазин-библиотеку звуков, где стал продавать свою музыку. Я зарабатывал совсем немного в этой компании, которая, как вы знаете, делила с автором часть прибыли с продаж. Я подумал, о, вау, это почти что гребаная работа на полный рабочий день. Это именно то, чем я хочу заниматься в своей жизни. Продавая свою музыку в интернете, юный Маус расширял свои знания и впитывал информацию, как губка. Он проявлял интерес ко всем новым программам, которые как раз начали массово появляться в конце 90-х. Важно просто воспринимать информацию, а не смотреть туториалы, как создавать жирные биты, йоу. И, блядь, смотреть, как дерьмовые идеям исполнители надрачивают свою будущую музыку. И вот как я собрал бит. К черту все это. Ты должен просто заниматься этим. Именно так ты становишься самим собой. Стремление Джоэля к развитию своих навыков и чему-то новому привело его в студию звукозаписи в паре кварталов от его дома. Благодаря коммуникативным способностям он познакомился с владельцем этой студии и по совместительству с звукоинженером. Я зашел туда и сказал, «Эй, чувак, я создаю электронную музыку. Знаю, что это не твоя область, но мне просто нравится слоняться вокруг и проверять всякую хрень. Я хочу просто посидеть на паре сеансов и узнать немного новых вещей». Ребята стали обмениваться опытом, и, как позже вспоминал сам Джоэль, «Там было оборудование примерно на полмиллиона долларов, которое я никогда бы не мог надеяться приобрести. Этот парень использовал 60- или 32-канальную музыкальную консоль. Я уверен, что какой-то процент из вас знает, что это такое. Это большая микшерная доска, которую Гарикс использует в качестве гребаной подставки для ноутбука». Джоэль узнавал много нового про аналоговый звук, в свою очередь обучая инженера цифровым технологиям. «Это обмен знаниями в тех областях, где ты имеешь преимущество, или что-то, что ты можешь дать в обмен на что-то другое». Так он постоянно тусовался на различных студиях, и в один момент какой-то парень из группы Revenge of the Egg People попросил сделать его ремикс для их альбома в качестве бонус-трека. Это был его первый ремикс, для которого был выбран псевдоним Karma K. Это же имя фигурирует в проекте Dread and Karma – одноразовый дуэт Джоэля и некого Дерека Цезаря. Подрастая, Джоэль стал ходить на рейвы. Один из луков его юношества. Волосы желтого цвета, похожие на большие колючки на голове, обвисшие широкие штаны, с которых свисает металлическая цепь, и милый рюкзак в виде покемона Пикачу. Примерно в 1998 году, в возрасте 17 лет, он переезжает из своего городка в Торонто, где подрабатывает, продюсируя треки на лейбле Play Records. На рубеже тысячелетий, с 1998 по 2002 год, Джоэль записывал музыку под псевдонимом Halcyon 441, загружая ее на платформу сообщества электронной музыки Section Z. Уже потом, в 2006 году, он выпустит альбом-сборник с соответствующим названием около 1998-2002, но уже под псевдонимом Deadmouse. Субтитры создавал DimaTorzok Легенда гласит, что в системник Джоэля залезла мышь, из-за которой компьютер выключился, а мышь скончалась от удара током. Рассказав эту историю в чате, Джоэль получил прозвище «мертвый мышонок», которое он решил использовать в качестве шутки. Само словосочетание Deadmouse не вмещалось из-за ограничений символов для смены имени в чате, поэтому Джоэль придумал сократить его до mouse, заменив S на цифру 5. Работая с трехмерной графикой, он разработал логотип мыши, напоминающий Пекмана, и лишь несколько лет спустя он начал использовать шлем, который выделил его среди музыкантов того времени и сделал образ Deadmouse культовым. Зачастую на музыкальных фестивалях можно увидеть его поклонников, которые воспроизводят mousehead с разной степенью успеха. Как бы там ни было, но настоящую историю псевдонима он рассказал в одном из интервью. Во время изучения трехмерного моделирования, его друг Джей Гордон из группы Orgy прислал ему свою фотографию. Джоэль, как обычно, не смог обойтись без шуточек и решил приделать к ней трехмерную голову мыши. Джей порекомендовал Джоэлю сделать это своим брендом. Он сначала откинул эту идею, но вспомнил и решил ее реализовать спустя несколько лет. Обладая пониманием анатомии звука, навыками веб-разработки и программирования, Джоэль получает приглашение в начале 2000-х от бельгийской компании ImageLine принять участие в создании новых редакций FL Studio, чтобы потом Мартин Геррикс написал в ней великий Animals, а Deadmau5 его за это унизил. Унижение Мартина Геррикса – коварный план длиною в 13 лет, но об этом позже. В 2005 году Джоэль совместно с таким же гиком Стивом Дуда в шутку создает дуэт Better Sounding on Drugs, сокращенно B.S.O.D. Их первый сингл был пародией на типичную танцевальную музыку того времени, однако внезапно он возглавил чарт Beatport. Не особо понимая, с чего вдруг хайп, дуэт все же представил дебютный альбом в 2006 году. После альбома в дискографии проекта появилось несколько треков, среди которых можно отметить Милтон, Супер Брекфаст, Тилт, Ласт Лайф, и Better Sounding on Drugs. А в 2020-м состоялся камбэк проекта с премьерой трека Afterburner, который вошел в новый EP No Way Get Real. Джоэль – один из первопроходцев стриминга. Он проводил прямые трансляции на личном сайте задолго до появления Твич, где старался показать другим людям, как создается электронная музыка. Всегда пытался вдохновить их и, разумеется, заработать на этом. Спасибо, Даня. А еще, например, он мог накидать отличную идею для трека через несколько минут психануть и удалить проект. На его стримах полно забавных моментов и интересных историй из жизни. Ребята, у вас когда-нибудь возникало чувство, похожее на настоящую злость и ненависть внутри, когда все эти дети выходят на улицу и будто бы устраивают дочеринку? Они просто чертовски наслаждаются жизнью и веселятся намного больше, чем ты, а ты злишься из-за этого. Ты злишься, когда тебе кажется, что люди хорошо проводят время. Именно так я себя чувствую почти каждый день. Она смесь бенгальского серебра и египетского мау. Вот ее анальная дырочка. И вам, ребята, было интересно, как она выглядит? А на ютубе завирусился момент с реакцией Джоэля на прослушивание демки с вокальной партией от Криса Джеймса, которую он записал для трека Дуэлт. Благодаря подработке на лейбле в ранние годы Дэд Маус набрался административно-менеджерского опыта. То есть он просто не мог не запустить свой лейбл, учитывая его всесторонний подход к своей деятельности. Так появился Маус Чап, что в переводе мышеловка. Изначально концепт был строгий, и Джоэль принимал и выпускал треки артистов, которые схожи с тем, что он делает сам. С появлением новых трендов в звучании, эта необходимость поугасла, но не исчезла полностью. Так, например, Джоэль способствовал развитию карьеры Скриликса, которого тогда еще мало кто знал. Их познакомил Стив Дуда на одной из вечеринок. Сони передал Маусу флешку с демкой Scary Monsters and Nice Sprites. Он поверил в новое звучание, разглядел в нем предстоящий бум. В те годы Маус был на пике своей популярности, и что бы он не выпустил на своем лейбле, все стало бы широко известным из-за повышенного внимания. По-моему, в каком-то смысле, Сони оказался в нужное время в нужном месте. В дискографии Маус Трэп вы можете встретить треки от Эксижн, Нойсия, Гетар, Трэс, Вольфген Гартнер, Фидми, Лэйзи Рич, Атлас, Айо, Джеймс Ния, Моего персонального фаворита Ноумана, и даже ребят из Санкт-Петербурга Эль Бизарр. Основная дискография Дэд Мауса огромная. Детальное упоминание всех релизов, как это было в видеоролике о Портере Робинсоне, растянуло бы видео на лишний час. Поэтому сосредоточимся на самых заметных треках, которые многих людей не оставили когда-то равнодушными. На текущий момент Джоэль выпустил 8 студийных альбомов, несколько десятков синглов, а также с десяток EP и несколько сборников раннего творчества. Все это сопровождается 22 видеоклипами. Это не считая проект с BSOD и совместный альбом с Cascade, продакшен для фильмов, треки с компиляцией, участие в треках других музыкантов и десятки ремиксов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сам Дэд Маус, как и Скрилекс, считает себя мультижанровым музыкантом, и это так. Однако он тоже попал в рабство своего образа. Прежде всего, его вспоминают как создателя Электрохауса, в частности, Электропрогрессива и Прогрессивхауса. Все самые популярные треки относятся к этим стилям, и в целом дискография более чем наполовину состоит из них, как пример несколько популярных ремиксов. Помимо основного проекта Дэд Маус, Джоэль и трое его приспешников, среди которых были Стив Дуда, Томми Ли и Диджей Айро, в 2008 году создали проект WTF и выпустили два релиза. Это не очень отличалось по звучанию от проекта B.S.O.D. В 2014 появилась Alter Ego Test Pilot, техно-псевдоним Джоэля. Под этим названием он выпустил только один трек, и в основном использует имя проекта для исполнения сетов на живых выступлениях. Джоэль принимал участие в разработке VR-игры Absolute Dead Maus, которая включает в себя отсылки к его коллекции автомобилей и коту Мяуингтонсу. Маус создавал анимацию для своего персонажа с помощью технологии захвата движения, а в игре присутствует его музыка. Треки Дэд Мауса можно услышать в таких играх, как FIFA, The Sims, Need for Speed, GTA 4, а в GTA Chinatown Wars у него вообще есть своя радиостанция. Он фигурирует как секретный разблокируемый персонаж в видеоигре God Simulator как Dead God. Забравшись на сцену, можно надеть на козла маус-хэт, разогнать вечеринку, а потом заставлять жителей города танцевать. Образ Дэд Мауса можно увидеть в игре Rocket League, DJ Hero, Minecraft, Fortnite, где он даже выступил с виртуальным шоу. В 2015-м вышел музыкальный пак от Dead Maus для Dota 2, а позже Джоэль выступил на завершении соревнований The International 5. Помимо него он также выступал на The Game Awards и TwitchCon. На церемонию вручения Грэмми Дэд Маус пришел в футболке с номером телефона Скриликса, а чуть ниже было написано «Ты злой, бро?». Тем самым он фактически сообщил всему миру номер телефона Sony. Это было просто уморительно. Я подумал, что это будет забавным, потому что этот бедный малыш в тот день выиграл миллион Грэмми, и он не может пользоваться своим телефоном. Чуть позже он написал в своем твиттере «Достигнут максимальный уровень троллинга». А Sony показал, что он не воспринимает ситуацию серьезно. Продолжение случилось спустя пару лет, когда Скриликс и Дипло объединились в дуэт Джек Ю и записали «Where are you now?» с Джастином Бибером, к которому Маус давно выражал свою неприязнь, считая его образцом всего плохого в музыкальной индустрии. Джоэль раскритиковал песню, написав в твиттере «Я совершил ошибку, послушав это дерьмо от Джек Ю с Бибером, которые считают, что они сделали что-то крутое». «Нет, что это за херня?» Позднее он уточнил, что послушал ремикс, но все равно считает оригинал отстойным и опубликовал свой ремикс на этот трек. Чуть позже в одном из интервью Скриликс прокомментировал этот ремикс. «Мне нравится этот ремикс». «Я всегда испытывал любовь к Джоэлю, потому что он помог мне на раннем этапе карьеры. Но все знают, что он засранец, и он это знает». А Джоэль на стриме подробнее рассказал о своей позиции и впечатлении, что люди, у которых не хватает таланта, злоупотребляют навыками Sony как продюсера. «Меня раздражает не сам Скриликс и его музыка, а то, что он позволяет себе быть чертовым инструментом для кого-то другого. Похоже на то, что ему нравится этим заниматься. И я могу это уважать». История несколько раз всплывала в инфополе, и между ребятами в Твиттере случались словесные перепалки, в одной из которых Скриликс назвал Дэдмауса грустным, старым и спившимся в таком. Дэдмаус ответил в Твиттере. «Очень жаль, что на мне висит такой ярлык. Прости, что я такой. Если я жалкий, капризный, негативный, это значит, что я пытаюсь справиться со своими внутренними переживаниями. Да, я понимаю, что я королева драмы. И я знаю, что у меня есть комплексы. Я отлично это понимаю. Тебе нужно волноваться о тех людях, которые этого не понимают. Так что да, Скриликс, мне очень жаль, что я не такой радостный и не вдохновленный жизнью, как ты. И мне очень жаль, что я такой мутак». Спустя некоторое время Джоэль удалил свои учетки в соцсетях, поскольку считал, что вести их бесполезно, но чуть позже он их восстановил и извинился перед фанатами. «Как и многие другие иллюзии, я сталкивался с некоторыми проблемами депрессии, вдаваться в подробности которых нет необходимости. Однако я считаю себя далеко не эмоционально стабильным, но достаточно стабильным, чтобы чувствовать поддержку, когда я ее вижу. «Деактивация социальных сетей на минуту не имеет никакого отношения к поп-звездам или любителям дабстепа. Это была реакция на то, что я предвидел уже давно. Это никого, кроме меня, не касается». Не обошлось и без троллинга Мартина Гаррикса, который стал известен благодаря своему треку «Энималс». Из-за резкого роста популярности, «Восходящая звезда» впервые выступала на главной сцене фестиваля «Ультра» в Майами. Среди хедлайнеров был и «Авичи», только вот за несколько дней до начала фестиваля он был госпитализирован из-за проблем со здоровьем, и Дэд Маус согласился его заменить. Времени на подготовку не было. Во время выступления Мартина Гаррикса Джоэль публиковал сообщения в Твиттере, которые предвосхищали будущее событие. Он воспроизвел «Энималс» в своем ремиксе на смешную детскую песенку про старого фермера с фамилией Макдоналд и сыграл ее на главной сцене «Ультра». Чёртов гений. В 2013 году Джоэль попытался зарегистрировать свой логотип Дэд Маус в качестве товарного знака в США, но эта заявка была заблокирована федеральным законом. Компания Walt Disney утверждала, что логотип Дэд Маус слишком сильно похож на классический силуэт Микки Мауса и нанесет ущерб ее бизнесу во всем мире. Обе стороны достигли соглашения в 2015 году. В 2016 году Джоэль обвинил американский дуэт Suicide Boys в публикации интеллектуальной собственности других людей без их согласия. Все дело в их треке «Антарктика». Очевидно, что они слегка запитчили трек «I Remember», наложили ударную партию и зачитали под это рэп. На тот момент Suicide Boys не были так популярны, как сейчас, и предполагаю, что они рассчитывали на то, что Дэд Маус не заметит или ему будет все равно. Вопреки ожиданиям, трек выстрелил и собрал миллионы прослушиваний на YouTube и SoundCloud. Узнав о неочищенных авторских правах, Джоэль начал разглагольствовать в Твиттере по поводу этой ситуации. Ребята урегулировали конфликт, и лишь спустя пять лет трек был переработан и снова опубликован. В настоящее время только на Spotify у «Антарктика» более 240 миллионов стримов. Правда, эти циферки вряд ли затмят оригинальную работу «Дэд Маус» и «Каскейд». Когда Канни Вест эксклюзивно на Tidal выпустил альбом «The Life of Pablo», вокруг этого поднялась шумиха. Люди просто были не готовы оформлять подписку на еще одном стриминговом сервисе только ради того, чтобы послушать новинку музыканта. Многие просто решили его спиратить. Вражда двух музыкантов началась с фотографии Канни, где на вкладке в его ноутбуке видна страничка Pirate Bay для скачивания плагина «Серум». Это привлекло внимание многих людей, включая Мауса. Создатель плагина – ранее упомянутый друг и коллега Стив Дуда. Вот один из твитов Джоэля, адресованных Канни. «Какого хрена, Канни Вест? Ты не можешь позволить себе «Серум»?» Ени принял это всерьез и ответил, высмеивая Джоэля и его музыку. «У твоей будущей жены будет гигантская голова Мини Маус? Это скрасило мой день. Спасибо тебе, Дэд Мау 5. Ты выступаешь на вечеринках по случаю дня рождения? Моя дочь обожает Мини Маус. Не мог бы ты выступить без своего маусхеда в образе Мини Маус? Ей очень нравится Мини Маус». В ответ на это Джоэль написал «Играй на вечеринках дочери сам. Ты больше ебучий клоун, чем кто-либо из моих знакомых». Позже команда менеджеров Канни объяснила, что ноутбук на фотографии не его, и она была опубликована, чтобы посмеяться над пиратами, которые спиратили новый альбом Канни. Помимо вышеупомянутых, Джоэль конфликтовал с таким количеством артистов, что об этом можно сделать отдельное видео, которое уже существует. Истории конфликтов с Афро Джек, Армин Ван Бюрен, Авичи, Маршмелло, Мадонна и многими другими есть в полуторачасовом видеоролике на канале Слакер, где я позаимствовал часть информации. Рекомендую к просмотру. Одним из важных составляющих образа Джоэля, помимо Маус Хэт, является его кот Мяуингтонс, также более известный как Профессор Мяуингтонс. Этот кот был милым компаньоном Джоэля, символом его музыки и доктором философии. Профессор появлялся на обложках синглов, альбома и в честь него был назван сборник треков артистов Маус Шэп. Планировался мультипликационный сериал Мяуингтонс и Маус, над которым работала студия Rav Draft Studios, принимавшая участие в создании таких сериалов, как Симпсоны, Футурама, Котопёс, Шоу, Рена и Стимпи. Проект отменили из-за слишком дорогого производства, однако в сети можно найти пилотную серию. Мяуингтонс даже сделал ремикс на When the Summer Dies. В августе 2023-го Джоэля рассказал в своих соцсетях о том, что из-за проблем со здоровьем Мяуингтонса придется усыпить. Уход профессора совпал с Международным Днем Кошек. У Джоэля осталось три других пушистика. Мисс Ниэн Кэт, Кип и Копи Кэт. А до них было еще два. Чарли и Нуб, которые, увы, уже вместе с Мяуингтонсом находятся в кошачьем раю. Циммерман любит животных. В его загородном доме есть небольшая ферма, где обитают овцы и куры, яйца которых он с удовольствием ест на завтрак. Куриные яйца, если что. Факкиу, Никки. Джоэль Томас Циммерман, пожалуй, является одним из самых противоречивых и провокационных электронщиков нашего времени. Некоторые люди ненавидят его, но, согласись, крайне редко можно встретить человека, который готов высказывать свое мнение независимо от того, что подумают другие. Очевидно, что Джоэль асоциальный человек. Ему не нравится находиться в окружении толпы людей. Его самые близкие друзья знают, что он может прийти навстречу всего на несколько минут. А попытки быть общительным заканчиваются тем, что он начинает шутить и быть язвительным. Сам Джоэль рассказывал, что ему нравится жить одному. Может быть, поэтому он расстался со своей женой и другими предшественницами. Огромный музыкальный талант. Вот главная причина того, что он многим нравится. Независимо от того, любишь ты его или ненавидишь, нельзя отрицать тот факт, что Джоэль оказал большое влияние на музыкальную индустрию. Даже спустя десятки лет ему удается оставаться актуальным и востребованным в EDM пространстве. По традиции, розыгрыш. Среди подписчиков, которые оставят комментарий под этим видеороликом, разыграем второй студийный и первый на виниле альбом Deadmau5 Vexilology. Но перед этим на разогреве раздадим еще несколько эксклюзивных вещей. Счастливчиков определим случайным образом 7 января в коде прямой трансляции на этом канале. Поэтому подпишись, чтобы не пропустить стрим. Fuck you, Nicky Romero!